Здравствуйте! В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Главные темы сегодня. Десногорские полицейские пресекли деятельность наркопритона. В ходе обследования квартиры подозреваемой полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотических средств. День памяти основателя Рославля, благоверного князя Ростислава. Это очень удивительный человек, который с одной стороны является государственным деятелем своего времени, с другой стороны это святой русской церкви. Неработающая ранее судимая жительница Десногорска 1981 года рождения в течение месяца регулярно предоставляла свою квартиру наркозависимым. При обследовании места жительства полицейскими информация подтвердилась. Были обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления запрещенных препаратов. Хозяйка квартиры пояснила, что предоставляла свое жилье наркозависимым лицам для употребления марихуаны и других видов наркотиков, за что они расплачивались с ней спиртными напитками. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи Уголовного кодекса, организация, либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. 27 марта поминают благоверного великого князя Киевского и Смоленского Ростислава Михаила Мстиславича. С его именем связано укрепление и возвышение Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии. Ростловли – это 43 квадратных километра и 50 тысяч жителей. От себе подобных в Смоленской области город отличает интересный факт. Основан он был аж в 12 веке, что делает его одним из самых древних городов Смоленщины. Своим появлением город обязан Ростиславу Мстиславичу – родоначальнику смоленских князей, князю новгородскому и великому князю Киевскому. Родившись около 1110 года, свою жизнь он посвятил тому, чтобы сделать Смоленский край богатым, сильным и независимым от других княжеств. Во времена правления князя Ростислава в состав Смоленского княжества входили значительные земли, которые по своим размерам значительно превышали теперешнюю Смоленскую область. Если до 1125 года в княжестве было всего три города, кроме Смоленска, то по инициативе Ростислава были построены новые населенные пункты, среди которых был Ирославль, названный в то время Ростиславлем. Датой его основания принято считать 1137 год. Артефакты, найденные во время раскопок в середине 20 века, подтверждают, что князь не раз бывал в основанном им городе. Среди этих вещей есть уникальные вещи, которые подтверждают нам тот факт, что князь Ростислав часто останавливался в нашем городе. В первую очередь это костяное навершие княжеского посоха, так называемый набалдашник. Это навершие служило для украшения самого посоха и символизировало княжескую власть. Благодаря трудам Ростислава Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширяется, застраивается городами и селами. Это время отличается и спокойствием. Междоусобицы на Руси тогда практически не было. Также князь всей душой стремился к церкви. Он тесно общался со священнослужителями. С годами Смоленщина украшается храмами и монастырями. Несомненно, он огромную роль сыграл в духовной жизни Смоленской области. Это тот человек, который основал Смоленскую епархию как независимую отдельную епархию на территории Православной Церкви Древней Руси, Единой Руси. Также очень важно смотреть о том, что это не просто князь Смоленский, это велик князь Киевский, который был главой того номинально большого государства, которое мы теперь принято именовать Святой Лусью. То государство, которое было претечей современной не только России, но и Украины, и Белоруссии. И вот это вот на самом деле подтверждает еще раз то, что наши народы глубоко связаны и духовной историей, и общей историей. Сегодня о государственном деятеле напоминает в том числе и недавно установленный монумент. В 2015 году при содействии местной администрации и Смоленской АЭС памятник был открыт в оживленной части Рославля на пересечении двух федеральных автодорог. Когда возникла идея поставить памятник основателю города? Что касается идеи, то идея возникла в первую очередь в умах общественности, если можно сказать. То есть это именно общественная инициатива в большей степени. В руке у князя свиток законов, автором которых он стал в период своего правления. А взгляд бронзового Ростислава обращен в самый центр основанного им города. Для нас, для рославчан, это очень важно и значимо. Мы можем этим гордиться, потому что это наши истоки, это наша история. Большое количество детей сюда приходят сами, приводим мы группами, проводя экскурсии, и никто не остается равнодушным. Поэтому считаю, что наличие такого памятника – это большая гордость для рославчан. С кончины Ростислава в 1168 году ушла в прошлое особая эпоха. Эпоха редкого государственного деятеля, который не стремился к власти и к влиянию. И именно при нем Смоленщина достигла невиданного ранее расцвета. За свою праведную жизнь князь Ростислав прославлен русской православной церковью в лике святых как благоверный. Днем его памяти стало 27 марта. Олег Соловьев, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч!